Друзья, доброе утро! Сегодня 18 мая, день музеев. Буду посещать все музеи по максимуму. Оделся сегодня полегче и вещи с собой. Рюбзак не беру, потому что вчера реально даже с рюбзаком жарко и тяжело его носить. Поэтому, если вы будете тоже путешествовать, берите с собой что-то полегче. Фотоаппарат, бутылку воды, одно яблоко и вперед. Сегодня передают местами дожди. Где-то с 9 до 12 будет дождь с вероятностью 40-50%. Поэтому взял куртку. Из-за этого пришлось немножко утяжелиться. Сегодня будем путешествовать на метро. Вчера ногами я все обошел. Ноги после этого безумно болят. Поэтому попробуем сегодня. Тем более у нас есть билет безлимитный на все виды транспорта. Нужно его немножечко использовать. Сейчас мы идем на станцию, как она тут? Метахорга называется. И это прямая ветка красная. Поедем напрямую в Акрополь. Это тоже наша ветка. Прямо в Акрополь мы выйдем возле билетной кассы. Если все, как мне вчера сказали, все бесплатно, то мы просто проходим. С 8 часов они начинают работать. Сейчас у нас где-то 7.50. 10 минут добраться. Мы будем первыми и поднимемся на Акрополь. И дальше уже по всем пройдемся. Там Агора, Римская Агора, Храм Диониса, еще там что-то такое есть. Все посмотрим. Вот то, что я вам говорил. Я стою на пешотном переходе и никто меня пропускать не собирается. Поэтому ждите, проедут машины, перебегайте. И также тут ходят на красный свет, где попало. Вот, ребята, наша станция метро. Кстати, вот наши синие автобусы, которые мы поплачили бред, здесь тоже ходят. Если бы знал, сел, доехал. Я дома. И вон там у нас метро. Метро обозначается вот такой вот буквой. Навернул целый круг вокруг здесь, чтобы найти вход в метро. Потому что с моей стороны было не видно. Пришлось даже у местного спрашивать, как пройти в метро. Погетавливаем нашу волшебную карту. Вот она, карточка многоразовая. Сейчас ее приложим в турникету. Нам нужно на Акрополь. А вот, кстати, автоматы. Давайте посмотрим. О, смотрите, здесь даже есть русский язык. Пожалуйста, выберите функцию. Информация карты, пополнить транспорт. Субсайт. Ага. Это карточка, чтобы пополнить. Ну, вот здесь, короче, покупаются. И, я так понимаю, здесь можно и монеты, видите, вставлять, купюры. От 5 до 50. И она, мне сказали, даже сдачи дает. Ну, ясно. Смотрите, здесь есть указатель вот такой, вот, видите. Это мне не надо в эту сторону, мне начинал с другой стороны. Вот наш вагон. Оп. Чувствую. 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 Вот, видите, все показывает, какая следующая станция моргает. И красным то, что еще маршрут будет. Людей в метро не так много, с учетом того, что сейчас утро и все едут на работу. Про метро. Это метро в 1896 году было сделано. Буквально на 10 лет позже, чем в Лондоне. Это можно сказать, что это тоже одно из первых метро, которое появилось в Европе. Но первая станция метро была от аэропорта до города. Это был паровоз просто обычный, на открытый. И уже потом, через 6 лет, было сделано уже подземные вагоны. Под землей ездили. Это уже было полноценное метро. А вот вам начало экскурсии. Когда строилось метро, было найдено более 400 находок. Метро останавливалось, строительство опять начиналось. И многие станции метро сделаны в мини-музее. Такие, видите, стоят. Находки, которые были найдены. Шины хорошо сохранившиеся. Афры, свечки, какие-то игрушки детские. Вот, смотрите. Вот, на колесиках лошадка. Мозаика. Круто. И вот указатели. Смотрите, есть Акрополь, музей. Нам сюда, значит, уходить. А вот, смотрите, что их есть. Смотрите, какая красота. Пожалуйста, стоит на общем обозрении. Можно трогать. Ну, трогать я пошутил, конечно, не стоит. Ну, вот, мы вышли. Но мы вышли на другой улице. Судя по тому, что музей Акрополя вот здесь вот, то нам надо на другую сторону, потому что билетные кассы были там. Сейчас попробуем пройти тут вот напрямую. Вот он, музей Акрополя. Сюда мы вернемся позже. Здесь еще какой-то музей. Ага, это один из залов, судя по всему. О, давайте раз, мы уже здесь. Hello. Hello. Вот, смотрите. Здесь был раньше город. И здесь жили люди. Это дома. И прямо на этом месте воздвигнут музей. Как я читал, там вроде бы есть стеклянные полы, и видно все. Вот, смотрите, какая. Колодцы тут какие-то. Монетки бросают люди. Интересно было бы здесь, конечно, походить. Смотрите, сколько монет набросали в центральный колодец. Давайте зайдем. Ну, я зашел, спросил специально, чтобы потом не возвращаться, что сегодня где-нибудь музей, сегодня бесплатно. Они сказали, да, сегодня бесплатно. Только там охрана. Необходимо будет пройти через рамку. Фотографировать нельзя. Ну, там правила на входе есть. Вы почитаете, если что. Я рекомендую вам посещение закрытых помещений. Где-то с 12 часов, там, до 3. Потому что это будет самое солнце, будет самая жара. Если оно будет стоять, то лучше быть где-то в закрытом месте. Вот такие музеи, как вот этот. Там музей города Афин. Нумизматический музей, ну и так далее. Тут их очень много. На каждом шагу есть музей. Ну, а мы с вами направляемся сегодня вот сюда. Потому что сейчас самое утро, никого нету еще. И мы спокойно с вами все посетим.